Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет жакет из гипюра. Гипюр очень интересный, красивый такой, с фистонами по обе стороны, на ткани фистоны с одной стороны и с другой стороны. Немножечко он стрейчевый. Гипюр, вот тот же и на мне, точно такие же фистончики, все, я уже с ним работала. Сам жакет будет являться комплектом к этим брючкам, к вот этой вот маечке-блузочке. Маечка-блузочка у нас идет на подкладке, кстати говоря, на эти два изделия мы оставим вам ссылочку в описании. Также еще на один жакетик, который тоже является комплектом к этим брючкам и к этой маечке и выполнен вот с этой ткани. Сам жакет сегодня мы с вами будем моделировать на выкройке основе из трикотажа и рассмотрим, как правильно все сделать, как немножко пройму высвободить, как немножечко правильно его расширить, чтобы была красивая посадка, хорошая. И поработаем с балансом. Ну, как видите, фистоны мы должны оставить на одном уровне, потому что мы же не можем с вами все-таки что-то менять. Если нет выточки, то длина будет оставаться вроде бы одной. Но сегодня я вам покажу один такой приемчик, который позволяет нам увеличить баланс по переду, то есть уравновесить его со спинкой и при этом не выполнять никаких выточек. Жакет пока только сметан. Сейчас я покажу примерку. Одену на себя его по гипюру. Гипюр этот у нас из интернет-магазина Union Tech. Ссылочку вам оставим в описании. Вот так вот жакетик я на себя набросила. Сам замочек я еще, конечно, переметаю. Еще раз напоминаю, что изделие не завершено, оно только сметано. Длина замка будет укорачиваться, чуть-чуть подниматься выше. Длина рукава. Как видите, вот я специально сделала вот такую вот длину рукава. Мне так захотелось, что когда я вот так вот сгинаю, чуть-чуть выше вот этого вот запястья. При раскрою мы сегодня с вами поработаем с фистончиками. Фистоны нужно тоже правильно уметь расположить относительно середины переда, середины спинки и боковых срезов. Там, где мы соединяем, они должны быть обязательно-обязательно выходить на один уровень. Сегодня все это просмотрим, ну и, конечно же, по рукавчикам. Выкройка, основа которую мы сегодня используем, это для трикотажа выкройка. Она без выточек талиевых нагрудных. Переснимаем той длины, которой нам нужно. Я пересняла пока по линии бедра. Итак, изменения, которые мы с вами будем сейчас делать, выносить, они у нас будут относительно немножечко ширины. Немножко поработаем сейчас с линией проймы. Поэтому, когда вы будете вырезать, переснимать выкройку основу, оставляйте вот так вот место, как я. Начнем сначала со спинкой. По линии горловины, для обработки горловины, я вот здесь вот поснимаю по одному сантиметру. И саму длину плеча я хочу немножко сделать, ну, чтобы она была как чуть-чуть такое, как приспущенная. Я вот так вот удлиняю на 2 сантиметра. То есть продолжаю удлиняю на 2 сантиметра. Но при этом чуть-чуть, где-то на 5 миллиметров, делаю вот так вот скос плеча немножечко больше. Теперь углубляю на 2 сантиметра, значит, тоже на 2 сантиметра. И расширяю также на 2 сантиметра. Смотрите, выкройка основа для трикотажа идет с отрицательными прибавками на свободу облегания. А мы делаем такой, ну, свободного силуэта жакетик. И теперь от этой точки к линии бедра, по линии бедра он у меня будет не широким, я вот так вот провожу линию. По линии бедра расширяю буквально до 5 миллиметров. Теперь прорисовываю новую линию проймы. Смотрите, по линии проймы я вот так вот выхожу сейчас и опускаюсь. Все по 2 сантиметра, 2, 2, 2. А здесь мы взяли по одному. Значит, по одному сантиметру мы с вами будем работать по линии горловины и по полочке. Значит, также на 1 сантиметр опускаемся. При раскрое, вот здесь вот мы будем добавлять 1 сантиметр. Именно при раскрое. И точно так же 2 сантиметра до 5 миллиметров увеличиваем скос плеча. Опускаемся на 2 сантиметра, расширяем 2 сантиметра. Смотрите, вот здесь вот будет правильнее, если мы повторим с вами линию боковую, чтобы они были абсолютно-абсолютно идентичны и одинаковы. Вот я складываю и вот здесь вот я просто повторяю вот так вот линию. А дальше буду работать вот здесь. Давайте я ее повторяю. Здесь более такая вогнутая линия. Смотрите, по ширине, вот здесь именно по самой ширине переда, спинки я никакие изменения не делаю. Но при желании, конечно же, тоже мы можем с вами немножко же вот здесь сделать более-более свободным. До 5 миллиметров. Давайте сделаем вот так вот. Около 5 миллиметров. Вот здесь я прибавила тоже свободу. Вырезаю. Полочка, спиночка готовы. Сейчас поработаем с вами при раскрое с фистонами. То есть определимся, как правильно их выкладывать. Скос плеча, еще раз повторяю, до 5 миллиметров я увеличила. Это для того, чтобы плечики так красиво выкладывались. Теперь нам необходимо сделать изменения с рукавчиком. Касательно и высоты оката мы с вами внесем изменения. Откладываю. Рукавчик берем. Вот здесь, видите, я поспешила вырезать. Значит, вот сюда тоже мы с вами будем прибавлять по 2 сантиметра и опускаться вниз по 2 сантиметра. 2 сантиметра, здесь точно так же 2 сантиметра. И вот с одной стороны я сейчас буду подклеивать. Сама ширина по линии низа. Мы можем линию низа рукава оставить прежней. Ну, я пока вот так вот подклею, чтобы было понятно, что я здесь ровняю. Вот у нас передняя часть, 2 сантиметра. И на 2 сантиметра расширяем. 2. Здесь тоже 2. Опускаемся на 2, расширяем на 2. А вот здесь по высшей точке оката мы можем тоже с вами опуститься на 2 сантиметра. Но я опущусь на 1,5. То есть вот так вот на 1,5 сантиметра. Потом я сделаю примерку. И в зависимости, как мне там будет с посадкой рукава, я могу внести изменения. Вот так. Сильно далеко вот здесь вот я ушла. Сейчас я ее рукавчик сделаю красивым. Теперь длина рукава может быть абсолютно длинным, может быть и немножечко укороченным. Я оставлю длину рукава практически такой же, сделаю сантиметров на 5 короче. Ну, вот, чтобы он был не вот такой вот, ну, вот так. Так мне будет больше нравится. Смотрите, я сейчас сделала вот так вот прямую линию пока. Ну, немножко сейчас сам рукав подкорректирую. Вот, где-то делю пополам и вот здесь вот на сантиметр углубляю. Вот так вот делаю. И вывожу буквально одну сторону. Прорисовала. Вторую сторону я не буду трогать. Я ее сейчас вырежу по первой прорисованной. Смотрите, я вот этот вот прогиб начала не с самого начала, а сантиметров на 7 опустилась ниже. Складываю вместе, ровняю. И вот здесь вот перегибаю и вырезаю. Для нас главное, чтобы вот эти вот точечки сошлись. А вот здесь мы с вами уже полностью работаем по одной стороне. Все, приступаем к раскрою. При работе с фистонами на что нам нужно обратить внимание? Ну, во-первых, середина спиночки. Она должна обязательно быть либо посередине фистона, либо должна быть между фистонами начинаться. Я складываю так, чтобы она была посередине фистона. Прикладываю. Фистоны, идущие по краю, не требуется подгиб. Естественно, низа вот так вот оставляю. Придавливаю. И теперь смотрю, что получается. Сейчас чуть-чуть вот так вот сдвину. Надеюсь, вам останется все видно. Теперь смотрим, как у нас все заканчивается спереди и что происходит именно вот здесь, в этой части. Боковая линия тоже должна сшиваться. И у нас не может быть так, что фистоны будет, допустим, один край вот здесь начинаться, там, где фистон заканчивается. А второй вот здесь, потому что у нас длина, именно длина боковой линии должна быть одинакова. Смотрите, у меня прекрасно все складывается и получается, ну, как бы, вот если я делаю припуск, как раз середина фистона. Поэтому вы прежде, чем выкладывать, посмотрите, посмотрите вот так вот по центру. Посмотрите так, чтобы был центр, допустим, начала фистона. Как лучше у вас будет выкладываться боковая часть. Вот, прикладываю, ровняю все по линии низа. Вот здесь фистончики тоже ровняются. Все складываю, выравниваю. При необходимости скалываем булавочками. Я скалываю булавочкой для того, чтобы фистончики все-таки были закреплены и не съезжали. Как раз получается, вот середина, это будет являться припуском на шов. Как раз все отлично. И вот так вот вторую часть тоже я прикладываю. И дальше, что мы можем с вами еще вот здесь вот сделать? Выточек никаких нет. Растяжимость здесь не очень большая. Поэтому мы можем поступить вот так вот хитрым образом, смотрите, и выкладывать вот так. Таким образом, смотрите, вот здесь я уже удлинила переднюю часть. Видите? Вот так вот я удлинила. А вот здесь все нормально, оно будет закреплено у нас. Закрепляется все замочком. И от того, что здесь чуть-чуть такая, как бы, косая линия, страшного ничего не произойдет. Замок все закрепится. Если вы будете делать без замка, то не рекомендую так делать. Поступайте тогда, увеличивайте, допустим, вот здесь сделайте себе баланс, добавьте немножечко. Ну, я поступлю именно вот таким вот образом. И вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот у меня будет идти вот такой вот припуск до двух сантиметров. Тем самым не будет передняя часть подскакивать. Припуск на шов делаю. Обязательно по пройме, по плечевой линии. И вот здесь, смотрите, я сейчас себе тоже сделаю припуск на баланс. Вот я делаю припуск вот такой вот на шов и около одного сантиметра на баланс. После примерки мы с вами можем внести корректировки. По линии горловины я припуск не делаю. По переду, так как я вам говорила, я сделаю один сантиметр, не больше. И мы должны с вами выйти, тоже вот одинаковая должна быть линия. Смотрите, вот здесь, если есть необходимость, у меня вот четко с фистонами все сошлось. Как раз я вышла на серединку, видите, с припуском. И когда я буду делать подгиб, у меня все красиво будет закрываться. Вот здесь вот этот вот момент нужно просчитать. Возможно, где-то что-то вы сдвинете. Где-то как-то у вас будет такая вот необходимость. Все, теперь вырезаю. И могу сразу приступать либо к пошиву, либо сметать и сделать примерку. Обработка горловины здесь может быть абсолютно разная. Мы можем обработать косой бейкой изнутри. И можем пришить такую планочку. Здесь уже посмотрите сами, как вы хотите. Откладываю все в сторону. Еще раз повторюсь, вот здесь все будет хорошо, все будет зафиксировано замочком, молнией. Поэтому я не переживаю. Раскрой рукава. То же самое. Равняем фистоны. Сейчас мы с вами посмотрим, как у нас сходятся и боковые срезы, и посередине переда. Вот здесь вот тоже я сейчас все ровняю. Скалываю, чтобы ничего не сдвинулось. И будем кроить. То же самое мы с вами должны учитывать, что рукав мы будем сшивать. Постольку сшивать будем, то должны быть на одном уровне. И вот смотрите, я сейчас беру, просто пытаюсь, пытаюсь найти. Вот так вот прикладываю. И смотрю. Ну вот так вот, если я возьму, вот смотрите. И вот у меня с припуском на шов будет вот эта точка здесь. И здесь то же самое. А вот здесь чуть-чуть сейчас надо выровнять. Вот. Чтобы все красиво выложилось и по боковой линии. То есть мы вот здесь вот с вами ищем ту золотую середину, которая нас в принципе будет устраивать. Вот так вот прикладываю. Все. Теперь с учетом припуска на шов вырезаю. Припуски я делаю незначительными. Здесь можно работать, в зависимости от того, с каким гипюром вы работаете, можно работать здесь и таким запошивочным швом, чтобы все было внутри. Или бельевой, как его называют. Можно в этом случае, вот именно с этим гипюром, просто сшивать даже оверлоком. И обычной строчкой. Почему? Потому что здесь, видите, такой он густенький. И в принципе не будет видно. Это не будет являться потом проблемой. То есть просвечиваться ничего не будет. Обозначаем вот здесь вот высшую точку оката рукава. Та часть, которая идет к переду. Так, а теперь давайте рассмотрим, что у нас с вами получается. Смотрите, когда мы будем сшивать рукав. Вот мы его складываем и получаем вот такой вот результат. Ну вот я сейчас постараюсь показать. Значит, вот так вот, смотрите, видите, одинаково заканчивается, начинается. Значит, когда мы складываем, как раз вот мы сшиваем и все будет красиво. То есть вот здесь вот будет красивый вот такой вот переход на рукавчике. Это хорошо. Убираем в сторону. Раскладываем передняя часть. И вот еще одна передняя часть. Середина переда. Видите, смотрите, как красиво у нас тоже сходятся вот эти части. Сюда пришивается замочек. Вот этот сам краешек, я когда буду пришивать, я вот так вот его заверну, чтобы он не выглядывал. Вот так вот и будет хорошо. С одной и с другой стороны. Сейчас все проучужу. Боковая линия переда и спинки. Вот здесь, смотрите. Вот тоже. Какой красивый-красивый переход. Все хорошо, то же самое. Сшивается совсем чуть-чуть и будет красиво. Но если бы я не учла вот этот вот момент, и, ну, вот так вот, допустим, да, раскроила, что бы у меня получилось? Ну, вот так. Вот эти зубья мне некуда бы было, собственно говоря, не к чему пришить. Либо нужно было бы растягивать. Но это тоже все-таки не совсем правильно. Теперь спереди вшивается замок. По обработке горловины я буду использовать кашкарсе. Либо другой какой-то трикотаж. Здесь можно посмотреть. Я тоже буду еще экспериментировать и смотреть, с чем я буду работать. Ну, а вы, конечно же, все это на примерке уже увидели. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok